Я хочу вернуться к вчерашнему принятому закону, который наделал много шума и который якобы был направлен против олигархов. Речь идет о законопроекте, согласно которому теперь при голосовании в акционерных обществах изменен кворум. И если это раньше было 60% плюс один голос, то теперь достаточно 51% плюс один голос. То есть этот закон является неконституционным, поскольку противоречит равноправию всех форм собственности. Если говорить по существу, то такая форма закона, когда он вступает в силу не одновременно для государственных условно-акционерных обществ и для негосударственных, это знак бизнесу, о том, что государство себя собирается защищать в большей степени, чем остальные формы собственности, что закон этот изначально действует только для тех акционерных обществ, где 50% плюс одна акция принадлежат государству, как раз на Укрнафту не распространяется, поскольку Укрнафта формально не является государственным предприятием, это самостоятельный хозяйственный субъект. Другое дело, что, вернее, в Укрнафте основная доля принадлежит нафтогазу Украины, а нафтогаз Украины не является государственным предприятием. Нафтогаз Украина это самостоятельный хозяйственный субъект, там, может быть, и доля государства превышает 50%, это совершенно не важно, но даже если в нафтогазе Украины, как и в любом другом предприятии, доля государства превышает 50%, это не означает, что он является государственным предприятием. А раз нафтогаз Украины таким образом не является государственным предприятием, то есть полностью со 100% государственным участием, то в таком случае те 50% плюс один, которые принадлежат нафтогазу Украины, еще не принадлежат государству, они принадлежат всего лишь предприятию с государственным участием. Закон действует лишь для тех АО, где 50% плюс один голос пролежат государству, а в Укрнафте это условие не соблюдается, потому что там 50% плюс один голос пролежат нафтогазу Украину, не являющемуся полностью государственным предприятием. Нужно вводить законы, равноправные для всех форм собственности, а не так, что государственным в первую очередь, а остальным как получится. В результате оказалось наказанным само предприятие Укрнафта, потому что и на него этот закон тоже не распространяется.